здравствуйте дорогие рукодельницы гости и подписчики моего канала представляю вам свою новую модель джемпер с ажурными рукавами джемпер очень простой но в то же время он интересный за счет того что ажурная сетка которая связана от горловины от реглана по рукавам делает такой пышный то же время легкий полупрозрачный рука и это ажурная сетка облегчает линию плеч и смотрится кофточка очень интересно вязала я джемпер из пряжи alize lana gold здесь полушерсть моточек 100 грамм 240 метров у меня ушло почти 500 грамм вот осталось меньше 50 грамм то есть джемпер на 48 размер весит у меня чуть меньше чем 500 грамм использовала спицы номер пять и у меня видео вязание джемпера разделено на две части в первой части я подробно рассказала как рассчитала реглан сколько петель набрала сколько сделала прибавок по линиям реглана как все это вязала с узором как вязала росток по моему примеру переходите в подсказке или по ссылке под видео вы можете рассчитать и связать точно реглан по своей фигуре чтоб он не фолдил не было никаких складок и в то же время модель сидела на вас свободно в этой части я рассказываю как вязала джемпер уже после верхней части то есть как оформила подрезы как вы видите джемпер связан без единого шва как вязала рукава круговыми рядами вот этой ажурной сеткой здесь тоже рассказала как делала переход при рапорта ажурной сетки по высоте и как закрыла петли резинки тоже уточнила этот момент резинка у меня связано со скрещенными лицевыми у меня есть видео идеальная резинка для вязания горловины манжет и а этот ажурный узор тоже у меня есть пример как вязать и в этой части я подробно расскажу все тонкости вязания джемпера после верхней части оставайтесь со мной не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал и продолжаем просмотр это вторая часть вязание джемпера с ажурными рукавами и в этой части я рассказываю продолжение вязания джемпера после кокетки после того как мы связали верхнюю часть с линиями реглана и довязали кокетку до пройм далее будет переход на вязание тела кофты то есть мы переснимаем все петли на разделив на детали на 4 части на два рукава на перед и спинку далее буду вязать только перед и спинку набрать петли для подрезов под рукавами после того как я круговыми рядами свяжу тело кофты до необходимой длины перехожу к вязаниям рукавов в первой части я подробно рассказывала как провела расчет для вязания линии реглана ростка и сколько делала прибавок сколько провязала рядов и сейчас у меня связана верхняя часть вот посмотрите моя примерка и как раз она меня устраивает по размеру по ширине детали и я продолжаю вязать джемпер далее использую пряжу aliza elana gold метраж моток 100 грамм 240 метров спицы номер 5 не пропустите также узор вязания ажурной сетки по рукавам он есть также в отдельном видео смотрите в подсказке или по ссылке под видео а также как я связала такую идеальную резинку для планки горловины тоже отдельно снято видео по этому узору смотрите в подсказке или внизу под видео ну и приступаю к работе после того как я пересняла петли разделив на 4 детали далее петли рукавов я временно закрою с помощью крючка так как сейчас они мне не нужны и если их оставить на спицах то они будут просто мешать дальнейшей работе лучше их временно закрыть и потом как я вернусь к вязанию рукавов и я распущу этот ряд закрытия петель и продолжу вязать рукава для временного закрытия петель я беру крючок и остаток нитки делаю начальную петлю на крючок далее петли рукава ввожу в каждую петельку крючок и провязываю допустим столбик и так закрываю временно каждую петельку после того как я закрою все петли последнюю петлю необходимо закрепить я покажу как я закрываю последнюю петлю рукава и последнюю петельку протягиваю в кончик нити и все чтобы ряд связанных столбиков не распускался после того как петли рукавов были закрыты я приступаю к вязанию основной части и как вы видите после вязания верхней части я не обрезала нить то есть дальше продолжаю вязать без завершения ряда и начала нового ряда то есть без обрыва нити и как раз пропускаю петли рук рукавов и набираю петли для подрезов я рассчитала что мне до необходимой ширины тела то есть измерив длину перед и спинки и для свободы облегания прибавив нужные сантиметры я посчитала что мне нужно петли для подрезов набрать примерно на ширину пяти сантиметров по моей плотности вязания это примерно 8 петель с одной и другой стороны и набираю как обычно воздушным способом 8 петель так три шесть семь и восьмая петля и далее перехожу на вязание петель спинки и то же самое под другим рукавом дальше продолжаю вязать лицевую гладь и буду вязать тело кофты до нужной мне длины дорогие рукодельницы я на последнем этапе вязания своего джемпера после того как я набрала петли для подрезов я провязала джемпер на нужную мне длину по низу связала такую же резинку как и оформляла горловину со скрещенными лицевыми и закрыла петли через накид в конце этого видео я покажу этот способ закрытия петель если вы не знаете далее я уже связала один ажурный рукав рукав получился пышный прямой к манжете я его заузила связала манжету точно такую же и также закрыла петли и сейчас я коротко расскажу как вязала рукав вот эти петли которые я временно закрывала крючком сейчас буду распускать и переснимать на спицу и петли рукава на спицы и теперь я буду присоединять нить и начинать набирать петли под месте подреза здесь я набираю петли с помощью крючка дальше начинаю вязать новый ряд рукава и так беру нить делаю на крючке начальную петлю и ее накидываю на спицу эту первую петлю я в конце ряда провяжу вместе с последней петлей далее беру крючок и начинаю набирать петли по линии подреза здесь маркер мне уже не нужен хотя можно его будет поместить как конец и начало ряда вязания рукава и так для того чтобы набрать петли с помощью крючка я ввожу сначала в одну кромку за кромочную петельку крючок затем за вторую кромку и через две кромки вытягиваю петлю эту петлю я переношу на спицу затем вторую петлю я ввожу предыдущую кромку следующую кромку видите какая она растянутая протягиваю нить с помощью крючка и одеваю следующую петлю и так я по всей кромке по линии подреза набираю петли и посмотрите при таком способе набора петель практически нет дырочек по линии кромки так 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 Продолжение следует... 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 нас будет ряд смещаться на две петли и так вот он будет спирально как бы смещаться и смещаться и мы будем вязать рукав до нужной нам длины и так дорогие рукодельницы я связала рукав до нужной длины и сейчас покажу как делаю сужение к манжете принципе сужение делаю по узору вязания сетки перед начиная первый ряд раппорта в высоту и как обычно подхватываю третью петлю перекидываю через две и провязываю эти две петли лицевыми и следующую петлю лицевой то есть не делаю здесь накида и у меня не будет последних двух рядах вот этих ажурных дырочек и количество петель снизится было 4 петли раб в раппорте осталось 3 петли и так повторяю перекидываю третью петлю через 2 провязываю 2 лицевых и еще одну лицевую петлю по ряду провязываю этот ряд во втором ряду каждой 3 петли то же самое третью перекидываю через две петли и у меня снизится еще количество петель на треть таким образом вы можете убавить столько петель сколько вам нужно чтобы манжета была вам нужной шириной получить манжету дорогие рукодельницы я уже связала манжету вот так вот заузила рукав за два ряда связала манжету той же резинкой со скрещенными лицевыми что и вязала резинку по горловине и низу изделия и вот таким же способом как закрыла низ изделия эластичный край получился с такой косичкой по кромке буду закрывать петли на манжете и так последнюю петлю я на сняла на спицу начинаю закрывать петли с лицевой петли и закрытие петель идет через накид перед тем как закрыть лицевую петлю делаю накид оборот нити на спицу вокруг на себя с направлением далее провязываю лицевую петлю после левой спицы подхватываю сделан накид перекидываю через лицевую петлю и то петля которую я вначале сняла тоже перекидываю через лицевую петлю и вновь на правой спице у меня осталась одна петля далее идет резинка изнаночная петля и мы делаем накид от себя провязываем изнаночную петлю вновь подхватываем накид перекидываем через провязанную петлю и предыдущую петлю также перекидываем и повторяем следующая идет лицевая петля значит накид на себя делаем провязываем лицевую перекидываю накид перекидываю предыдущую петлю далее идет изнаночная накид от себя провязываю изнаночную перекидываю накид и перекидываю предыдущую петлю и вновь лицевая накид на себя и в общем повторяю вот эти простые действия и закрываю все петли манжеты и на этом кофта у меня будет полностью готова